еще как можно записать функцию как функциональное выражение иными словами мы с вами ключевые слова конст лет вар проходили поэтому комментировать не буду пусть это будет у нас иными словами мы функцию присваиваем переменной function пусть у нас будет один параметр возраст и вернем что-нибудь данном случае в данном случае да не написали в данном случае переменной присваивается функция конечно у вас становится вопрос зачем такое делать но ответ 1 1 во первых что это возможно делать так как в java script на это сделано основное основной упор не на функциональные выражения то что мы сейчас рассматриваем а на то что с функцией можно делать все что хочешь java script функции высшего порядка иными словами все что можно сделать с другими данными из переменной можно сделать с функцией то есть все 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 это и есть понимание функции высшего порядка под это все заточено мы с вами до этого рассматривать мер те же замыкания когда функция вложенную функцию имеет доступ к вложенная функция ко всему да но это надо повторить уроки бессмысленно это произносить итак и второй вопрос зачем это нужно здесь у нас появляется два понятия частота кода и удобство функциональное выражение применяют тогда когда эта функция нужна один раз ну давайте например проведем такой момент сначала вот что давайте попробуем вызвать нашу функцию вызывается переменная во первых сначала просто вызовем переменную посмотрим что будет то есть мы видим что функция отрабатывает до добавим круглые скобки для параметров и посмотрим возраст этого человека он define правильно мы не определили но определим пусть будет 20 возраст человека 20 да то есть можем писать лет теперь давайте прячем пойти дальше вот это за комментируем и попробуем функциональное выражение вызвать сначала вызвать потом использовать мы получим исключение не инициализировано то есть функциональное выражение не она не поднимается его нельзя сначала вызвать а потом уже объявить функцию понимаете когда мы объявляем функцию обычную да то тогда она доступна во всем коде на нее тратится конечно же память функции функция функциональные выражения они нам нужны для того чтобы использовать каком-то моменте сейчас мы например посмотрим да и они вы только память не тратить они выполняются вот дошли дошло до этой функции выполнилась и забыл язык про нее ну например вар давайте булевар булевар при свой значение фалс мы будем использовать функцию в блоке if берем нашу переменную булль и сравним она равно истине и здесь мы можем записать функциональное выражение например ван фон булль присвоить значение фанкшен и написать ван фон булль условия например консоли лог верно дальше дальше пишем иначе вар вар неверно так чего смотрим чего мы здесь не то написали слове функция else слове функция так правильно проверяем вызываем нашу функцию у нас задано что bool равно false а мы здесь задали bool равно истине try нет это неверно равно false да это верно то есть как мы видим мы использовали функцию или функциональное выражение внутри блока то есть она отработала и все могли вот так сделать смотрим теперь да что у нас не так мы с вами изучали вар лет конст здесь получается все очень просто вспоминаем да в этом курсе мы изучали когда рассматриваем взыск я решил подойти основательно когда мы с вами изучали то лет видно только в пределах фигурных скобок то есть вот это она считать не может правильно значит не подходит если мы попробуем ввести конст константу да мы скорее всего не скорее получим тот же результат фунтбаль и снова дефинет не существует потому что мы ее не видим значит поставим вар когда видно в пределах всей функции или пределах всей инструкции туда отрабатывает правильно и так делаем вывод функциональные выражения то есть присваивая присваивание присваивание функции переменной нам нужно для того первое чтобы не засорять код когда эта функция используется где-то в одном месте в данном случае мы привели пример она может быть использоваться использована в какой-то функции или не важно где там в классе но использована допустим в блоке кода мы использовали и все а больше нам не надо в данном случае не имеет смысла выписывать более там обычные функции которые будут потом видны все кода и висеть правильно правильно так идем дальше дальше дальше